Трудовая династия пожарных. Мужчины из семьи Сучковых уже в нескольких поколениях выбирают профессию огнеборца. На заседание рук комитета пришли мама Наталья и ее единственный сын Николай. Первым пожарным в их семье стал прадед. Потом мой свекор Николай Иванович Сучков тоже 20 лет проработал в пожарной части водителем. Потом на ему на смену пришел мой муж Сучков Владимир Николаевич, который более 25 лет проработал. И, конечно, вот сейчас продолжатель у нас этой профессии мой сын. Династию Сучковых уже награждал губернатор. В этот раз представители трудовой династии пришли в колонный зал, чтобы обсудить планы мероприятий, приуроченных к году семьи. Губернатор Алексей Русских обратил внимание на то, что перечень мер поддержки для семейных ульяновцев должен быть расширен. Количество многодетных семей в регионе растет. С 2007 года оно увеличилось более чем в два раза. По недавним подсчетам сейчас насчитывается 15,5 тысяч многодетных семей. У нас уже сформирован региональный план, аналогичный федеральному. Он включает 8 блоков мероприятий, различных по масштабу и содержанию. Все запланированные мероприятия должны быть тщательно проработаны, подготовлены и должны дать положительный социальный эффект. Официально откроют год семьи в Российской Федерации 23 января на Всероссийском семейном форуме «Родные и любимые». Наш регион представит семья Зобовых из Маинского района. Мероприятие по торжественному старту кода семьи в Ульяновской области пройдет 26 января. В этот день пройдет межнациональный фестиваль семей во дворце Губернаторский. На заседании обсудили не только торжественную программу, но и изменения в документах. В этом году мы планируем, что мы изменим нормативные правила, касающиеся нашего сертификата семья. Мы расширим реализацию сертификата на приобретение отечественного автомобиля для семей с детьми, для семей с детьми-инвалидами. Также мы провели мониторинг по оказанию таких мер социальной поддержки, как освобождение от уплаты имущественного налога. По итогам Оргкомитета глава региона поручил проработать вопрос о едином подходе к оплате имущественного налога многодетными семьями во всех районах области. На данный момент подобная льгота действует только в некоторых муниципалитетах.